Первая тема, это та тема, которая меня сегодня выбила из колеи, которая посвящена типа мирным инициативам. Значит, украинские эксперты и политологи очень много говорили, что 24-й год он пройдет под знаменем того, что нас будут так или иначе толкать к переговорам. Это ничего не означает, да, это не победа, не поражение, это просто, ну, вот такой год, и будет много различных планов, потому что и в политических кругах Америки не только будут изменения. Сегодня дропнули информацию о неком мирном плане авторства Турции, Эрдогана или его окружения, о том, как могла бы закончиться война или приостановиться. Буквально несколько, я скажу, моментов из этого плана, но прежде всего замораживание линии соприкосновения, такой, как мы ее видим сейчас, например, на картах Дипстейт. Обязанность или обязательство, что до 40-го года, в 40-м году мы проведем референдумы под международным контролем на всех украинских территориях, оккупированных на момент заморозки войны. Гарантии того, что мы внеблоковые до 40-го года, обмен военнопленными за формулой все на все, ну и Кремль не будет мешать нам вступать в Европейский Союз. Нет, НАТО, да, Европейскому Союзу как-то так, ну, там, какой-то выход к 40-му году. Пока что, по состоянию на данный момент, нет никакого опровержения, что это неправда, об этом написали все украинские медиа, об этом написали, конечно, российские медиа и так далее. И вот хочется понять, а что же это за план такой, если Турция и Эрдоган, они всегда выступали за украинский суверенитет, Эрдоган никогда не признавал украинские территории за Россией, ну и вот сейчас пришло такое предложение. Это предложение тотальной капитуляции. Ну, без всяких сомнений, это, безусловно, капитуляция, потому что подробно даже не надо разбирать, ну, во-первых, за 16 лет, как вы понимаете, Украина может 10 раз не стать, то есть вот той вот, которая на линии разграничения, там, линии фронта, которая будет фиксирована за 16 лет, еще раз повторяю, Украина может не стать много-много раз, потому что процессы, которые будут вызваны вот подобными решениями внутри самой Украины, могут привести к ее развалу. Это мое мнение такое, да, потому что, ну как, откусывается не просто 20-25% территории, а за что? За что? Что взамен? Взамен, ну, как бы, вот остаются оставшиеся территории, якобы под украинским суверенитетом. Ну, а что это за суверенитет, если не надо вступать в НАТО? Ну, нельзя вступать в НАТО, это что же за суверенитет такой? Суверенитет, это тогда уж суверенитет, ну, вы откусили, отгрызли территории, но остальная часть больше не ваша никогда. А единственную гарантию безопасности, ну, такая, какая есть, хотя вообще абсолютно гарантии нет, дает только НАТО. То есть, ну, это то, что лежит на поверхности, при том, что, понятное общественное мнение, в Украине никогда не согласится с потерей этих территорий, это часть Запорожской, часть Херчонской, это то, что приобретение оккупированных территорий России после февраля 22-го года, после полномасштабной войны. Не говоря уже о том, что, собственно, и Крым, и Донбасс, ну, и так далее, там, кусочками, да, это все посуществует своему тоже оккупированной территорией уже с 2014-го года. Поэтому вопрос состоит в том, похож ли этот план на тот, который, возможно, Турция предлагает. Я не исключаю это. Я не исключаю это. Плод ли это усилий самой Турции? Или это результат консультации с Москвой? И то, и другое не исключено. Я больше склонен думаю, что Москва с таким бы планом, ну, скажем так, согласилась бы. Потому что даже ЕС, чтобы все понимали, это экономический союз, прежде всего. Политический тоже, конечно. Но я напомню, нет единой конституции европейского сообщества. Ее пытались в свое время принять. Помните, комиссия была Жескар Дестена? Там даже пытались сохранить положение о том, что о христианском наследстве. Утика тогда очень выступала и так далее. А нет этого единого документа. И поэтому наличие членства в ЕС гарантии безопасности не дает украинской территории. Поэтому вполне могу допустить, что какой-то такой размер, нет НАТО до ЕС, может с Москвой вполне согласовываться. Ну, а там куда кривая выведет? Еще неизвестно, будет ли этот план в окончательном виде. Предательство ли это со стороны Турции? Я бы не сказал так. В этом нет этой однозначности. Потому что Турция, мне кажется, преследует две цели. Первое, это сохранить первенство, эксклюзивность, если хотите, площадки для мирных переговоров, какой она была в феврале-марте 2022 года. Потому что претендует на это сейчас гораздо больше игроков. Это и Китай, это и Швейцария, это и Саудовская Аравия, и много кто. И поэтому для Турции это критически важно. Почему? Потому что она решает свои вопросы. Экономические, геополитические и всякие другие. Возможно, это какие-то договоренности с Москвой относительно судьбы части территории Армении. Например, Зангизурского коридора. Может такой быть размер? Вы нам помогаете с Украиной, мы вам закрываем глаза, помогаем с Арменией, чтобы вы ее докушали. Может такой быть? Ну, я чисто теоретически говорю, я имею в виду Азербайджану и так далее. Может, да, может, нет. Но в любом случае Москва имеет прямые переговоры с руководством Турции. И Турция в данном случае приятный, удобный для Москвы собеседник. В этом смысле и контрагент. Почему? Потому что Турция находится в некотором конфликте с Западом. И по вопросу Израиля, например, сейчас. И по другим вопросам, и по поводу своего места в Западном ареале и так далее. План этот не единственный. Нам уже озвучивали план через «Ля Репаблик». Помните, мы обсуждали «Ля Република» и «Бильк» о том, что... Но он более такой, я бы сказал, ядрененький. В нем есть некое западное присутствие. Он такой, я бы его назвал, протрамповский. Он мне таким кажется, что да, территории, да, уходят России, но там не говорится о том, что все территории, которые занимает сейчас Россия в качестве оккупированных на территории Украины. Но остальная часть, все, никаких вариантов, никакой финляндизации уходят в ЕС и НАТО. Ну и со всем набором превходящим. Там можно уже обсуждать амнистии, не амнистии. Это уже вторичные, по рации. Но главное, что остальная территория, 80 или чуть меньше процентов, это уже однозначно часть западного сообщества со всеми вытекающими. Вплоть до крыши безопасности, ядерного зонтика и так далее. И этот-то план в Украине не приветствовался, а Москва со старта его отвергла. Поэтому, возможно, реакцией на него были появления и других вариантов плана. Это не значит, что они за один день придумали, написали, кто-то там консультируется, через послов передают и так далее. Нет. Он, возможно, и до этого существовал. Я опасаюсь, что вот эта вот заморозка, вот это самое неудачное из всего, что есть. Планы должны быть окончательные. Заморозки, они ведут известно к чему. Ну вот, пожалуйста, простой пример. Мы далеко ходить не будем. С 14-го года была же заморозка какая-то. Хоть что-то там подморозил в зоне ООС. Ну, АТО тогда, а потом ООС. Что заморожено-то было? Эта заморозка к чему привела? Она привела к 22-м году, к февралю. Нет уж. Если уж проводить конференцию, то проводить нужно ее какими-то окончательными решениями, не промежуточными, которые оставляют возможность и так и эдак их трактовать. В ту сторону или в другую. А так, чтобы уже, извините, все. Во всяком случае, решение о членстве в НАТО и ЕС у Украины должно быть однозначным. Без вариантов трактовок. Без каких-то заморозок. Типа после 40-го года можно куда-то еще идти. Сколько всего произойдет до 40-го года? Россия еще 20 раз нападет. Понимаете? Москва, Кремль нападут. Поэтому такой план, это, конечно, капитуляционный план. Это план, который чуть корректирует требования Москвы, которые озвучены, эти пункты известные. Геополитическими реалиями, фактической фамилиадизации, запрет наступление НАТО и ЕС, сокращение армии, та самая пресловутая демилитаризация, деноцификация, которая включает второй государственный язык. Ну и тогда они там что-то к ней озвучивают. Ну да, это чуть более лайтовая версия. Теперь принципиально. Действительно ли в 24-м году Запад, скажем так, если в широком смысле дело, не в самой Турции. Турция очень своеобразная часть. Причем далеко не Запада, но тем не менее. Она отдельно субмаргинальная. Сама по себе. Она на разломе Запада и Востока. Действительно ли позиция стала доминирующей о том, что решить проблемы Украины и войны можно только переговорами, а не войной. Вот это да, это стало превалировать. Мы должны это честно, прямо констатировать. Конечно, да. Это и в Вашингтоне, и частично в Европе. Ну не везде, но частично в Европе. Это и среди посредников разных, совершенно разных. Это стало превалирующим, доминантным, собственно говоря, тезисом. Ну зачем же мы глаза-то на это закрываем? А иначе, если бы было по-другому, где эти усиливающие, увеличивающиеся поставки военной помощи, средств для Украины, этого же нет. Поэтому, естественно, в этом ключе Турция не выглядит каким-то таким, знаете, предателем, изгоем. Ну а что скажут они? Ну погодите, вот вы нас, скажет Эрдоган, обвинять. А что эти? Ну а Вашингтон что? А эти что? Чего вы нас обвиняете? И действительно очень тяжело это делать. Вот я помню, помните, когда приезжали, это был, по-моему, май 22-го года, тройка приехала в Шольц, Макрон, в Киев. Помните? Йоханнес их тоже сопровождал, президент Румынии. И тогда вот все вот серьезно обсуждали. Мы тут обсуждали, будут ли ломать Зеленского на мирные приговоры. Не будут ломать Зеленского приговоры. Был итальянский план Драги. Вот сейчас кто вспомнит? Сейчас расскажи Драги. Кто помнит Драги? Уже того Драги-то нету в качестве премьеры Италии. А был там и план тоже. И тоже где-то очень рядом. Нечто подобное. Даже Берлускон не ездил туда челноком покойный. Пытался, значит, его продвинуть, этот план. И где тот Драги, и где тот план? Но тогда даже в голову не приходил. Как? Да вы что? Приехать с таким отделением туда-сюда. А здесь, видите, сейчас это уже становится общим местом. Один план выскочил, другой план выскочил и так далее. Что в этой ситуации делать Украине? Ну, Украине, во-первых, надо делать то, что она делает. Начнем с этого защищаться, обороняться. Готовиться ко всем каким-то негативным сценариям. И военным, и политическим. Она делает то, что она делает. Понятно, что вопрос это соглашаться или не соглашаться. А что значит соглашаться? На что соглашаться? Еще раз повторяю, что помимо тезиса о том, что решения должны быть в главных ключах украинских терминальных, окончательных. То есть Украина по результатам любых переговоров должна оказаться в НАТО. Понимаете? По любым переговорам. Не то, что там может да, может нет. Может в цирковом. А может в 2120-м. Нет. То есть этот тезис неотменяемый должен быть. Второе. Если речь идет о такого рода переговорах, то, собственно говоря, что Украина получает, помимо своих прав изначально, потому что она суверенная страна, имеет право вступать в любые союзы. Это ее право. А что она получает, если она отдает территорию? Пусть перестанут продавать воздух. Потому что продается следующее. А мы тогда до Киева не пойдем. Ну идите до Киева. Чего вы до Киева-то не дошли за два с лишним уже года? Нельзя продавать воздух. Нельзя обменивать территории. Если уж по ощущениям случится так, что это станет предметом переговоров, никогда не при каких обстоятельствах это не может быть переговорами за воздух. То есть мы чего-то больно не сделаем, зато, значит, вы чуть-чуть, немножко у вас поболит, потому что мы откусим у вас территорию. А что взамен? Это нельзя продавать взамен, что вы сможете уйти в НАТО. Это не размен. Но это не серьезно. Это не размен вообще. Ни разу не размен. А и третий тезис. Какие референды? Чего референды? Какой референды в 40-м году? На каких территориях? О оккупированных? Что, серьезно? Это вот там, где людей закапывают живьем. Понимаете? На подвалах. Это где? Какие? Что, кто-то верит, что за 14 лет? Но мы не знаем. За 16 лет. Мы не знаем. Может быть, что-то и произойдет кардинально. Но кто-то верит, что там вообще какие-то референды возможны. Это вот такие, как выборы с 87,5, что ли? С убитым Навальным, значит, в тюряшке. Что, гуде? Это вот такие должны быть референды в России? Но мы их проходили, эти референды. С международными наблюдателями, перенаблюдателями. Ну, в марте был референд 14-го года в Крыму. Поэтому не надо вот про вот эти референдумы, кто-то там чего-то. Вот это вот совсем не надо. Вот. Нет, должны быть терминальные какие-то решения. Раз уж что-то происходит и на что-то украинское общественное мнение соглашается, оно должно что-то конкретно получить. Не абстрактное, при условии таком-то, тогда так. Или таком-то, тогда сяк. Нет. Что-то прям вот окончательно неотъемлемое и терминальное. Вот, что я хочу сказать. Да, тут, наверное, справедливости ради я отмечу, как всегда, социологию, которая говорит о том, что украинцы не готовы и не собираются торговать своими территориями. Кто-то нам скажет, что вам легко, вы там на диване сидите, и поэтому рассказывают, что нет, мы принципиальны. Ну, так построена та и наша конституция, и международное право, на которое мы делаем основу, что невозможно менять просто свои территории. Про двойственную позицию Запада можно говорить бесконечно. Политика сегодня писала, что Франция больше остальных европейских стран нарастила закупку российского газа за первые три месяца 2024 года. Я пела оды Макрону, я там была в восторге от всех его идей. Ну вот, то есть денежка заносится все равно в Россию. Тем не менее, вы правы, что Турция – это не единственная страна или не единственная площадка, где пытаются инициировать переговоры. Швейцария должна состояться, мирная конференция в Швейцарии в середине июня месяца. Ну и на неделе нас шокировала информация о том, что швейцарская сторона собирается в буквальном смысле приглашать всех и уже рассылать на днях приглашения, в том числе российской стороне. При том, что Россия, которая объездила всех своих партнеров, побывала в Китае, Лавров в ноги кланялся, Ван И, они очень просили, чтобы их позвали, но сейчас они сказали, если нас позовут, то мы не поедем. Ну и собираются, соответственно, приглашать в Швейцарию даже президента США Джо Байдена. Но что самое важное и интересное, сегодня Песков дал понять, что Москва уже не согласна на переговоры на основании так называемых истамбульских соглашений, вы их тоже только что вспоминали, поскольку геополитическая ситуация сейчас сильно отличается. Москва или Россия, они считают, что они уже победили. По крайней мере, в информационной сфере они действительно нас сейчас уделывают. Тут с этим спорить очень сложно. И теперь, значит, рассказывают, что нет, вот то, что мы хотели в 22-м, мы уже не хотим, мы хотим больше. Ну и плюс, а Швейцария говорит, давайте обсудим. И тут хочется понять, ну ясно, Швейцария вроде как нейтральная сторона, все дела. А они вообще о чем? О чем и как они себя представляют, особенно после сегодняшнего, вчерашнего, позавчерашнего, каждого дня нашей войны, как они себе представляют, чтобы сейчас две стороны сидели напротив? Смотрите, Москва использует сложившуюся ситуацию. Мы это с вами ясно понимаем, четко понимаем, какую ситуацию они используют. Они используют ситуацию слабости позиции Запада. Они это прекрасно понимают. На фронте больших перемен нет. Падение там Авдеевки или атаки на Часов Яр – это еще недостаточное основание для пессимизма. Понимаете? То есть, да, там идет как бы по этому поводу и подготовка, и некая информационная кампания, но пока ситуация на фронте, она отличается от того, что рисует сама Москва и продает, продавливая западным контрпартнерам по поводу необходимости переговоров, иначе будет что-то страшное. Этого ничего нет. Но у Москвы действительно преимущество сейчас, и мы должны его констатировать. Оно заключается в том, что нет внятного ответа на все подобного рода наглые заявления и поведение Запада. А в чем ответ? Вот если представьте, вот Лавров говорит, ну, типа, нам это не надо, значит, мы теперь хотим больше, а тут приезжают самолеты Ф-16. Ну как? Ну, погодите, зачем вы это делаете? Мы вот все-таки хотим вот еще вот геополитические реалии, чтобы вы ушли, раз, и атакамцы приезжают. Понимаете, как это должно реагировать? Не, ну вы хотите так, но будут атакамцы. Нет, ну вы же понимаете, как это будет больно, если с помощью хаммерсов будут этими атакамцами Крымский мост разрушать. А где этот ответ? Он же только таким должен быть. Ну, то есть Запад на любое сопротивление, на любое упрямство Москвы, на любое ее несогласие с выходом на переговорную площадку, которую определяет Запад, швейцарская площадка вполне для этого, в принципе, подходящий, должна отвечать подобными действиями. А если она может себя вести вот так же ультимативно и обратно ничего не прилетает, то тогда почему бы Москве в это образовавшееся пространство не продолжать нажимать на педали? Ну почему? Они это и делают, поэтому, конечно, для них швейцарская площадка не подходит, это не их площадка. Их бы больше устроила Китай, глобальный юг частично, какая-нибудь и Турция бы устроила бы. Во всяком случае, можно вату по столу катать очень долго. Но выжимая свое. А Швейцария там больше однозначности. Все-таки она, эта площадка, она по инициативе Зеленского с его формулой мира должна коррелировать и проводиться с учетом и первично определяя именно эту неизменную предпосылку для переговоров. Москва же это не согласна. Где она признает международный право? Где она его соблюдает? И поэтому сейчас, конечно, скорее всего, с высокой степенью Москвы не приедет в Швейцарию. Мне так кажется. Несмотря на то, что лоббирует ее Китай, несмотря на то, что там есть и другие, кто, в общем, туда же в эту сторону пытаются действовать. Но в любом случае, похоже, что все-таки этого не будет. То есть Москва не приедет. Так мне кажется. Потому что они будут ждать, чтобы появилась какая-то иная площадка, гораздо более выгодная для них. Вот мне так кажется. Как это будет происходить, с какой частотой и пойдет ли Китай на создание собственной площадки, этого исключать нельзя. Но в любом случае, вряд ли мы дождемся появления Москвы в ближайшее время на таких переговорных площадках, которые она не контролирует. Ну, тут нужно напомнить о том, что в мае в Китай приедет военный преступник Путин к Си Цзиньпиню. Сам Си Цзиньпиню в мае собирается отправиться в Европу. Он будет встречаться с президентом Франции, Сербии, что нас удивило, с премьер-министром Венгрии. Ну и к Си Цзиньпиню в Китай поедет канцлер Германии Олаф Шольц. То есть то, что называется челночная дипломатия, она работает. Все друг к другу ездят, и хочется понять, а выражается ли где-то между ними истина, или они продолжают сверять свои часы. Почему я спрошу? Потому что бесконечно мы слышим. Более двух лет полномасштабной войны, западные наши партнеры, американцы говорят, мы обязательно ограничим сотрудничество Китая и Российской Федерации. Санкции, угрозы и так далее. Китай делает пишу, они все понимают. Конечно же, они хотят продолжать торговать с Российской Федерацией. Ну а потом ты смотришь на торговый баланс или на какие-нибудь запчасти и компоненты. Ну и понимаешь, что, конечно, Китай максимально помогает Российской Федерации, несмотря на все санкции. Так вот, все эти поездки, это только just business, или там все-таки они пытаются друг на друга давить? Вы понимаете как? Давайте так говорить, что Москва использует не только возможности наличия ресурсов для того, чтобы продолжать торговать и продолжать также, используя эту ситуацию, реализовывать свои политические планы, которые, ну, понятно, они достаточно обширны, касающиеся войны. Китай выкруживает свое, как обычно. То есть экономика экономики, но главная его цель – занять лидирующие позиции как площадки по переговорам в Восточной Европе для того, чтобы получить возможность интеграции Тайваня. Как приз, который должен достаться за роль Китая в регулировании войны в Восточной Европе. Я так считаю. С этим, видимо, не согласны США, а вот Европа к этому относится так, знаете. Ну, хочет Китай интегрировать в Тайвань. В конце концов, это их дело, значит, что мы из-за этого будем напрягаться. Отсюда достаточно комплементарное отношение между тем же Тайванем и Парижем, рядом других стран, которые, ну, понятна экономика, она понятна, что из себя представляет Китай, это все понятно. Но, тем не менее, Китай не отказывается от политического участия. Что касается бизнеса. Вот вы говорили о том, что Франция нарастила там газ и другие получаемые ресурсы из России и так далее. Но мы видим рост этих цифр практически среди всех европейских стран, значимых потребителей российского газа, прежде всего. Ну, часть, меньшей степени нефти и так далее. Вот. Что свидетельствует о том, что, смотрите, как, ну, типа, ну, два года мы потерпели, а теперь вот как-то надо смягчать это все. Вот два года, если за два года этого не произошло, я вот часто такое слышу, что, ну, вот у них был шанс, вот был контрнаступление в 23-м году, летом, осенью. Вот раз они его не реализовали, тогда нужно вот как-то потихоньку по поводу войны переходить к переговорам, по поводу, соответственно, торговли, знаете, давайте санкции не злоупотреблять, давайте потихоньку там помягчать, все равно бизнес as usual и так далее. То есть это такая вот усталость от войны на уровне европейского бизнеса и европейской политики, понимаете. Вот в этом она выражается. Это может сопровождаться, кстати, самыми жесткими заявлениями, там, преступник Путина и все такое. Но одновременно, кстати, обсуждение с допустимой ли ему присутствия на двадцатке в Бразилии. Но наряду с этим, так сказать, вполне себе под ковром могут обсуждать поставки энергоресурсов и другие такие же вещи и все. И посредники, и тот же Китай, и многие другие наверняка этот аспект используют для, так сказать, продвижения этих интересов. Почему нет? А почему нет? Так что с этой точки зрения я вполне допускаю, что у Москвы многое здесь может удастся. Многое может получиться. Это, конечно, невероятно. Больно и страшно слышать, особенно на фоне всего, что происходит в Украине уже. Всегда хочется сказать, вот последнее время, да, потому что это то, что мы помним острее всего. Сегодня уничтожена одна из самых больших украинских станций. И то, что происходит с Харьковом, с Херсоном, с Одессой. Ну и тут тра-ля-ля-ля-ля, мы, значит, там во Франции закупаем газ. Ну окей. Кажется, что в таком случае где-то я человек очень злой и ответчивый. Значит, нужно болеть за Трампа. Потому что Трамп, по крайней мере, все больше и больше пишут о его возможных планах, что он будет делать после своей вероятной победы. Мы с вами говорили в прошлой-позапрошлой программе план касающейся Украины. Здесь появился и в целом план, касающийся НАТО. Значит, как будто бы Дональд Трамп имеет идею разделения стран НАТО на два сорта. Первый и второй. Чтобы страны, тратящие на оборону менее 2% ВВП, а это, между прочим, большинство стран Европейского Союза, точнее, НАТО и Германия в том числе, например, чтобы они не были защищены пятой статьей Альянса. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники. То есть, снова-таки just business. Ты платишь, ты вкладываешься в общую оборону, тогда на тебя будет распространяться пятая статья статута НАТО. Если нет, то до свидания ты сам за себя. Не выход из НАТО, чем угрожал Трамп, но, по сути, где-то близкое к этому, что явно пугает европейцев. Они там продумывают свои внутренние новые правила и новые планы Б. Но насколько это похоже на близкую перспективу того, как могут измениться отношения в середине НАТО? Но это похоже на правду. Сам Трамп в прошлом году, ближе к концу года, выступая в Каролине же четко, ясно об этом сказал. Там прямая цитата про то, что было, и не хотите платить, то защищать вас абсолютно нет. Он выступал на предвыборном митинге в Каролине. Но погодите, это можно открыть, послушать, посмотреть. Значит, в его представлении... Да, и причем он говорил о том, что я вот открыто говорил, не будете платить эти 2%. А что такое 2% от ВВП? Это обязательства, которые сами эти страны взяли на себя по финансированию оборонительных статей, вооруженных сил и всего остального, военного бюджета. Разве кто-то спорит, что нужно увеличивать военные статьи расходов? Безусловно, конечно. Безусловно. Нужно ли увеличить кратно производство, инвестировать в него военные в Европу? Да, конечно. Не в 2%, а гораздо больше тратить на это денег. Государственных и частных, нам понятно. Нужно ли переходить к призывной армии от контрактной дозроживы? Радикально поднять ее учиться? Конечно. Но можно ли это все сделать путем ультиматумов? Путем того, что ты кого-то оставляешь за воротами этого зонтика безопасности? Это же безумие. Это развалит вся эту систему международной безопасности, которая предполагает, что деньги не первичны. Да, деньги важны. Зачастую решающую роль играет. Но! А хорошо, а если завтра скажут, ну вот они выделяют 2%, а Америке для того, чтобы в свою очередь обеспечивать единство западное и свое лидерство внутри НАТО, внутри западного сообщества, надо выделять гораздо больше. И войну вести это гораздо более затратно. Там двумя процентами не обойдешься. Москва, кстати, на свою оборону формально тратит около 6 уже. Около 6. Ну, я имею в виду на войну и все вместе и при входящих. Говорят больше. Ну, такие цифры. У меня просто вопрос. Разве все исчерпывается калькуляцией? Вот чисто деньгами? А потом, ну хорошо, они поднимут до 2% тот, кто не дотягивает, увеличит и так далее. Такое ощущение, как будто это все деньги Трампа пойдут. Понимаете? Ну, я тоже не понимаю этой связи. Они должны своей армией финансировать. Они должны восстанавливать свой военный потенциал. Заводы должны заработать. Вот эти, те же Десова, Франции и все остальные. Увеличить радикально. Там, производство снарядов, например. Да? Их нужно производить десятки миллионов ежегодно. Десятки миллионов снарядов. Но мы же видим по войне в Украине, сколько надо снарядов. Понимаете? Но как это можно сделать? Путем некого ранжирования. Высокоранговые, как мы любим говорить, должны, значит, иметь право на пятую поправку. А те, у кого денежек не хватает, они, значит, все. А тогда зачем? Это же развал НАТО. А зачем я им состоять в НАТО? Так они в Москву пойдут договаривать. Скажут, вы на нас не нападайте, а мы вообще армию даже хранить не будем. Создавать, поддерживать. Не будем просто еще. Ну, их дурачков, как это, как это, ищи дурака за три сольда, как говорил Буратино, там, в Москве только это и надо. Чтобы все прекратили вообще что-либо делать, пошли договариваться, а мы тут с Китаем вас всех, значит, накроем. До границ мая 97-го года, как это Путин привал в своем меморандуме в декабре 2021-го. Года предложил заключить соглашение с НАТО и договор с Вашингтоном, там, зеркальная 5-я статья, там, 4-я какая-то, где он предлагал военную инфраструктуру отвезти аж до мая 97-го года демилитаризовать фактически страны НАТО. Ну, так Трамп со своей стороны предлагает практически то же самое. Но только с другой стороны, понятно, по другим созданным, по существу это демилитаризация. Ну, а как, если тебя не накрывает с пятой статьей устава НАТО о коллективной безопасности, ну, тогда я вообще не очень понятно, тогда, а зачем ты это все? Потому что... Вот подход, бизнес-подход к этим вопросам, к вопросам безопасности, международной безопасности, это очень плачевный подход. При том, что это не отменяет необходимости роста военных расходов. Но страны должны докатиться до этого уровня, ну, в лучшем случае за 5-10 лет, чтобы они прям твердо все... они не могут в один день перестроить. Ведь 30 лет демилитаризовали, деактивировали всю военную инфраструктуру НАТО после холодной войны, так называемой. Холодная война никогда не прекращалась, но она вот этой активной фазе после падения коммунизма и исчезновения СССР, конечно, она сбавила сильно обороты. Понимаете? Но так они же не могут разогнаться за год до уровня, который был в период там, когда этот маховик холодной войны был раскручен, и, конечно, Европа очень милитаризованна была. Ну, вместе с Соединенными Штатами. Поэтому это ловушечное предложение. Понимаете? Оно выглядит очень убедительно, оно выглядит очень хорошо. Ну да, вы должны платить за свои безоблады. Ну да, вы, конечно, должны увеличивать расходы на оборонные статьи бюджета. Ну, конечно, кто же с этим поспорит? Но нельзя это ставить в форме ультиматума. А если вы не увеличите, мы вас не будем защищать. Тогда вы приглашаете в Москву захватить эти страны. Тогда вообще непонятно, как действовать обязательно. Где в уставе НАТО сказано, что если пятая статья может распространять тех, кто хорошо платит. Там нет ничего про это. Ну, нет там ничего про это. Поэтому это подход очень губительный. Он приведет к большой войне. Вот мое такое мнение. Соблазнять. Соблазнять агрессора именно вот так и надо. А мы их вообще будем. Они не платят, не их защищать не будут. Когда вы говорите, что нельзя бизнес-модель применять в вопросах войны, мне сразу вспоминается идея Линдси Грэма. При том, что, наверное, там не его авторская, либо там республиканцы, трамписты там между собой обсуждают. А давайте, значит, торганем украинскими природными ископаемыми в счет как бы долго за то, что помогает Америка. Это же тоже бизнес-модель. Это же тоже история с тем, что условную безопасность можно купить за деньги, хотя это не совсем работает. И тут всегда мы спрашиваем, так вы про цены или про ценности. Друзья, напомню вам о том, что крайне важно поддержать наш эфир прямо сейчас. Если вдруг вы отвлеклись и об этом забыли, оставить нам лайк и подписаться на эти каналы Фигин Лайв и Курбанова Лайв. Мы с вами говорили в предыдущие эфиры, много было заявлений о том, как американцы не поощряют. Вот так они выбирают очень дипломатическое слово, когда Украина наносит свои удары по НПЗ. Крайним, кто об этом сказал, был Ллойд Остин, министр обороны Соединенных Штатов Америки, что, мол, ну, мировая энергетика страшно страдает. Вот Украина, Афарьков, все остальные не страдают. Киевская область сегодня не страдает без света, а мировая энергетика страдает. И нам на помощь, там, где, наверное, мы уже не можем гнуть дальше эту дипломатию, приходят наши партнеры на помощь и наш любимый министр иностранных дел Литвы, Габриэлюс Ландсбергес, который сказал, очень короткий написал твит, да, ну, я не знаю, как это сейчас назвать, потому что твиттер был раньше, поэтому твиттер, сейчас в социальной сети Икс он написал, что во время Второй мировой войны союзники разбомбили нафтобазы нацистской Германии как главную военную цель. Похоже, что американцы забыли, кто сейчас новый Гитлер. Министр иностранных дел Литвы всегда на нашей стороне, и это фантастическая история с тем, что действительно, когда боролись с чумой во время Второй мировой войны, там как бы не стоял вопрос мировых цен. Сегодня все чаще и чаще поднимают. Так вот, я еще раз вас спрошу, Марк, а не больше про цены или ценности? Я вот конкретно скажу про вот эти НПЗ. У меня такое складывается впечатление, я не специалист, не эксперт энергетического рынка. У нас, кстати, Михаил Крутихин, который в этом хорошо понимает, должен вот из поездки вернуться, мы с ним договорились, он придет и нам расскажет, как я до конца не понимаю, как, собственно говоря, переработка нефтепродуктов, нефти, нефтепродукты, да, может влиять на мировые цены все-таки в такой степени, что это затрагивает США, например. Как страдающие НПЗ от этих ударов, там, удары по установку, ну, вот я сам, значит, из Самарской области, я много раз говорил, родился в Самаре, и там эти основные заводы нефти проработали, раньше у ЮКСа они были, там, до этого ЮГАСа нефтегаза, потом сейчас у Роснефти, это понятно, ну, а Куйбышские, Сызанские, Куйбышские заводы, вот, а они пострадали от этих ударов, дронов и так далее. Все-таки я до конца не понимаю, как на американский бензин, например, да, высокооктановым числом влияет то, что ударили по заводам. То есть, пусть нам это объяснят. Но у меня такое остается впечатление, что это какая-то манипуляция. Да, Москва, по-видимому, обратилась к США, к Вашингтону, с просьбой, чтобы удары по этим заводам прикладить, просто для нее-то это существенно, для Москвы-то. Ну, конечно, это же бизнес, это же переработка, это же нефтепродукты, в том числе, кстати, для поставок, для ведения войны Российской Федерации, потому что, ну, они же ездят там, на горючем и так далее, там, масла, битумы, это все получается в линейке продуктов ГСМ, которые, в результате нефтепереработки, вот, в системе, значит, в Самарской области, в частности Роснефти, производится. Самарская область одна из главных областей по переработке, кстати сказать. Хотя удары там есть и по рязанским заводам, по-моему, уже были, и по другим. Это говорит о чем? О том, что, по-видимому, есть какие-то договоренности, вот именно бизнес какие-то, или более специфические, я бы даже шире сказал, договоренности по поводу того, что за то, что Москва не будет страдать ее промышленность, нефтеперерабатывающая, да, ну, вот эти заводы, что-то она должна дать американцам. По-видимому, американцы что-то выжили от Москвы, и им нужно было показать, вот смотрите, мы призываем публично не наносить удары по энергетической инфраструктуре, вот по этим нефтеперерабатывающим заводам, которые наносит Киев. Но вы нам там какого-нибудь Уилана обменяете вместе с Гершковичем или там какие-то санкции, ну, понимаем, да, мы не знаем, но какие-то договоренности там есть. И Москва готова за то, чтобы прекратились удары по значит, объектам нефтепереработки, вот промышленным объектам, кто-то дать взамен именно США, как я себе это понимаю. Я могу ошибаться, я не утверждаю, но я вижу это уже, а зачем с Салливаном приезжать в Киев и говорить, послушайте, вот мы вам помощь 60 миллиардов еще не дали, еще не знаем, когда дадим, вы тут как-нибудь это не утоните, но вы не вздумайте наносить удары по заводам нефтепереработки в Российской Федерации. Любой нормальный, скажем, погодите, 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 вы дайте что-нибудь, что-то требуется. Ну как, вы не можете 60 миллиардов пробить, нам надо защищать, страна горит, а вы что, а как вы себе это представляете? Но ощущение такое, что нужно было именно это публично показать Москве, вот смотрите, мы с вами договорились, и вот мы вот это публично озвучим, что вот мы Киеву указываем, чтобы он, не дай бог, вот по заводам не вдаривал, понимаете? Здесь правильная мысль была высказана о том, что действительно на этих заводах вот эта установка, вот эта крейкинг и так далее, шмекинг, она же вся из западного оборудования, немецкого, британского и так далее. И уничтожение этой установки в условиях санкции, ну, осложняет ее ремонт. Наверное, так. Я, все-таки, надо узкому специалисту задавать эти вопросы, но, возможно, это так. Но, вот эта чехарда заявления о том, что не надо, значит, наносить удары по сектору нефтепереработки в России, складывается впечатление, что это нужно именно публично озвучить и показать. Чтобы там, где-то в Москве сказали, ну, да, парни, вы выполнили свое, обязательно мы выполним свое. Непонятно, где в этой формуле, где в этом уравнении Украина, я не понимаю. И война, и все приходящие обстоятельства. Поэтому, я считаю, это и неэтично, и неправильно, и невозможно для реализации. Украине нет другого выхода, она наносит эти удары, просто потому, что ей деваться некуда. Вот если бы американцы договорились с Москвой, что прекратятся удары по территории Украины, ну, это можно обсуждать, правильно? Вы не бьете по территории Украины, вот есть линия фронта, мы там воюем, в конце концов, хотя бы, я уж не говорю про войну, про Керсен, да? Но вы не наносите удар ни по Харькову, ни по Киеву, там, ни по Днепру, ни по Одессе, никуда. А мы не наносим по вашим НПЗ. Ну, погодите, ну вот, это же не воздух, везде, а тут как бы Украина не должна насюда. Мы же идиотину какой-то. Ну, просто это выглядит даже странно как-то. Как? Война так не ведется. Это как Сталина на старт. Одному, значит, прикрутили ботинки, значит, гаревые дорожки, а остальные побежали. Давай, говорит, бежи, бежи. Ну, погодите, что за соревнование такое? Так не бывает. Ну, как бы все равно это все обоюдно должно каким-то образом сложиться. То есть, либо-либо, не бьется, не бьется. Поэтому я допускаю, что здесь какая-то меркантильная цель преследуется. Уж не знаю, какая она, может, временная, может, какая-то продолжительная, пролонгированная, но это не выглядит убедительно, то, к чему призывает американская сторона. Ну, тут нужно отметить, что Луида Остина на днях как раз душили на официальных слушаниях на эту тему и в деталях расспрашивали, да, как работает вся эта схема с мировыми ценами и с мировой энергетикой. и, в общем-то, те, кто против этих ударов немножко поплыли, как и Луид Остин, но вы делаете ставку на бизнес договоренности, да, они выглядят подобно. Понимаете, это не бизнес, а политика все вместе, тесно переплетенная. То есть мы же с вами просто предлагаем как один из вариантов. Мой вариант, он другой. Он заключается в том, что европейцы и в том числе американцы, мы это тоже неоднократно видели, они бесконечно запуганные, начиная от Илона Маска, Джека Салливана, других политиков, ну и, в частности, президент Украины Владимир Зеленский, когда его спросили, как он считает, почему Шольц, ну, по сути, Шольц, не передает ракеты Таурус, то президент Зеленский сказал, что вероятнее всего это из-за ядерных угроз Путина. То есть, казалось бы, угрозы были всегда и с танками, и с авиацией, и с предыдущими ракетами, и вообще, в принципе, с освобождением наших территорий, а Херсон вернули, Харьковскую область где оккупировали, все это не имеет значения. И вот президент Зеленский, ну, наверное, ему больше известно, он больше общается с мировыми политиками. Он делает ставку на страх. Так может быть, действительно, в том числе и страх. Меньше деньги, больше страх. влияет. Ну, Алена, ну, погодите, то есть, получается, по этой логике, что удары по НПЗ чреваты ударами и ответами со стороны Москвы тактическим ядерным оружием, что ли? Вот так стоит вопрос? Ребята, дорогие, тогда это вообще все другое тогда. Если за такое они собираются, дрон прилетел, извини, ой, ой, там это нефти меньше переработали, меньше, значит, ГСМ 98-95-го получили. И что, за это атомные бомбы что-то кинутят? Это вот такой страх в такой терминальной форме, что вот, ну все, еще один НПЗ разрушили и, значит, или там ударили, он там загорелся и так далее, ну все, конец, теперь будет тактическая, а вы зачем что-то нужная? А зачем у вас ядерное оружие? А зачем вы гаранты безопасности? Вы же в ООН сидите, пять стран, которые являются гарантами международной безопасности, будучи странами, учредителями и постоянными всеми советами безопасности с правом решающего голоса. Ну, с правом ветра, точнее, ветировать право. Тогда зачем вы нужны? Зачем тогда нужна вся эта ядерная безопасность? Тогда надо в Украине получать ядерное оружие. Если так стоит вопрос, что не вздумайте бить по НПЗ, иначе мы вам ударим тактические ядерное оружие, тогда Украина тогда в совершенно голом положении. А завтра скажут, знаете что, вы там это, обороняете слишком сильно Харьков или там какие-то города, вы их не обороняете, значит мы ударим ядерное оружие. И этот шантаж будет бесконечный тогда. То есть, они ведутся на слова или на реальные угрозы? Вот вопрос. Пока я вижу, что ведутся только на слова со стороны Москвы. И слова работают, причем они меняют политический характер отношений, влияют политическим образом на происходящее. Ну, а как иначе? это трактовать. просто тогда, извините, где предел тогда того, что, значит, просто-напросто это все не будет дальше продолжаться, понимаете? Где пределы шантажа? Вот в чем проблема. И с этой точки зрения, я полагаю, я считаю, что Москва добивается своего путем этого незамысловатого набора действий. ну, а как же не добивать, если такое публично звучит в адрес Украины и тогда хорошо. Вашингтон Пост писал о том, что тролли пробрались даже в Конгресс, в общем, там всех запугивают и эскалацией, и войной, ну и, конечно, настраивают против Украины. Поэтому действительно информационно через страх, через запугивание Россия имеет возможность продавливать не Украину и не украинцев, а исключительно наших партнеров, к сожалению. Ну и, конечно, информационно они запугивают, пытаются пугать украинское общество тем, как все будет уничтожено. Сейчас мы видим, я с этого начинала, Марк, как уничтожается наша энергетическая система. И, ну, в любом случае, мы, те, кто решили остаться в Украине, никуда не уезжать даже из-за войны сейчас, из-за ухудшения ситуации, очевидно, что, ну, не будет света, мы все равно здесь останемся и будем продолжать свою борьбу. Давят они нас тем, значит, как они пойдут в свои наступления. Очень многие западные медиа, вы помните, писали про разные сценарии. И Днепр когда-то фигурировал, и Харьков, и Киев. Я предполагаю, что это все, конечно же, дезинформация, хотя готовиться нужно ко всему. В том числе украинские институции, которые борются против ИПСО, против пропаганды, они указывают, что, скорее всего, на данный момент российское наступление ограничится востоком нашей страны, что под ударом не будет Харьков, не будет Киев. Харьков, судя по всему, превращается в такую выжженную, к сожалению, территорию, серую зону, как говорил военный преступник Путин. И для нас очень важно, чтобы наша работа не использовалась врагом против наших людей, чтобы не давать им возможности спекулировать как-то той информацией, которой владеем мы и которую анализируем. В общем, как вы считаете, здесь я снова и снова вернусь к ограниченности или, наоборот, протяженности российского наступления, как далеко они могут пройти, или сейчас мы говорим, все-таки, как большинство украинских военных, в основном о востоке Украины? Ну вот, смотрите, некоторое обсуждение, дискуссия идет, где периферийно, где магистрально, по поводу Харькова. Во-первых, об этом говорил президент Зеленский, о том, что Москва готовит такое нападение на Харьков. Это наверняка результат. И информация, которую обладают спецслужбы, военные руководства, и, наверное, западные партнеры помогают. И такие намерения наверняка они есть. У Москвы есть. Я уже объяснял неоднократно, почему они это делают. Потому что им надо до ноября, пока не состоятся в США американские выборы президента Соединенных Штатов Америки, создать атмосферную ситуацию, при которой переговоры станут единственным исключительным способом урегулирования, в пользу Москвы, естественно, с учетом того, что мы в начале передачи обсуждали, способом урегулирования ситуации в Украине, ну, войны в Украине. Не путем победы Украины, военным путем, и как следствие переговоров с позицией силы, а именно, что давайте вот это все прекратим, и вы соглашаетесь на наши условия. Вот для чего это нужно. И Харьковская операция, она объективно, в этом смысле, удобна. Потому что, ну, это направление, это близко к границе российской. Мы знаем, что происходит на Купинско-Лиманском направлении. Логика здесь есть. Они ее сами озвучивают, Москва. Это не то, что мы зеркалим, или продолжаем, или помогаем их и ПСО. Нет, нет, нет. Они прямо говорят военно-руководство о намерении, потому что и Харьков, и Одесса, и так далее. Но Харьков логичнее. Об этом пишет западная пресса. Западная пресса пишет именно о Харькове. Ну, понятно. Мы видим, что делает Москва. Она уничтожает город Харьков. Они кидают бомбы, ракеты и так далее. Они заинтересованы, чтобы сеять панику, вызывать ответную реакцию. Неважно, касается эвакуации, каких-то действий руководства для того, чтобы спасти, защитить какие-то очень чувствительные сектора и так далее. Все это делается. Теперь. Нужно ли слушать российскую пропаганду? А мы знаем, что такое российская пропаганда. Мы не дети. Мы с ней как бы боремся эти годы все. Ее мы слушаем. Мы наблюдаем, что они делают. Но ни в коем случае нельзя на нее реагировать в виде какого-то, значит, реакции непосредственной, что эта пропаганда, она разветвленная, она производит свои ипсов-степени, которые могут создавать панику, угрозы возникновения ложных решений, источника ложных решений. В случае с Харьковом, это попытка со стороны власти в Украине не сеять панику, пытаться опровергать все эти нарративы, любые информационные, пропагандистские, о том, что Харькову ничего не угрожает, все нормально, не беспокойтесь и так далее. Так это или не так? Ну, где-то это неуклюже делается, понимаете? Очень неуклюже. При том, что не надо, конечно, сеять эту самую панику. Но говорить, как все на самом деле, обязательно нужно. Анализировать нужно. Людям надо говорить правду. Людей не надо обманывать. Я не говорю, что украинская власть их обманывает. Нет. Но они в попытке опровергнуть любые пропагандистские тезисы Кремля пытаются слишком дуть на воду, понимаете? Не дай бог вот люди как-то среагируют не так далее. Мне кажется, за два с лишним года войны люди и в Харькове, и в других, и так далее, все прекрасно понимают. И никакие панические слухи ни на чем не основаны, их не заставят эвакуироваться, там, не знаю, сжигать архивы или еще что-то. Не об этом речь. Просто нужно работать информационно куда существенно сильнее, понимаете? Обеспечить совершенно иные смыслы, значения, тезисы, которые могут быть подхвачены, озвучены и поддержаны, собственно, обратной стороной. Прежде всего на Западе, кстати, скажем. Сейчас проблема. Прежде всего на Западе. В Украине, честно скажу, все нормально. Не стоит там пугать украинцев. И ядерной войной пугали, и чем на свете. И от того, что там вывозят архивы, не увозят архивы какие-то из Харькова. Это вообще не влияет никак на ум и настроение Украины. Давайте я только скажу, что по официальной информации украинских властей, чиновников и губернаторов, в частности, Харьковской области, то есть они как говорят, что все представители госорганов, госуслуг, они все остаются на своих местах. Никакой эвакуации нету, никто архивы не вывозит. Это официальное сообщение, потому что многие спрашивали, что-то писали, и вот они так сказали. Это констатация слов представителей украинской власти. Ну, во-первых, украинская власть не может по-другому говорить. А давайте украинская власть сейчас начнет аларм-аларм, все погибнем, Украины не будет. Во-первых, давайте с этого начнем. Не надо ждать от того, что украинская власть вдруг покажет трусы или как-то панически себя поведет. Это ее работа, это ее обязанность. Что бы ни происходило, так сказать, людей успокаивать. Ну, послушайте, и во время, и до войны, до ее начала, февраля 22-го, и после начала. Чем занималась власть? Чем занималась Зеленский? Не от того он говорил, что нас пугает началом войны, что он не понимал, что война не начнется. Ну, точнее, там, офис президента. А для того, чтобы было подготовиться к войне, действительно людей не возить в коматозное состояние. Понимаете? Удалось это или нет, ну, это дальше будет видно. Сейчас об этом невозможно сказать, понимаете? Это преждевременно оценивать. Пусть пройдут годы. После войны это будет все понятно. Но даже и сейчас это и так придерживает. По большому счету вывозят, не вывозят. Может происходить все, что угодно. Чувствительные какие-то архивы. Вывозят, привозят. Это второй вопрос. Это не свидетельство того, что началась паника, эвакуация, бегство. Не об этом речь. Речь о том, что Москва, ведущая войну уже третий год, она такие планы имеет. Захватить всю Украину. Не Харьков, а всю Украину. Вот это надо твердо и ясно подчеркивать. Они хотят всю Украину. Я не знаю. Я на разные воды это повторяю. Кто-то там меня слушает. Кто-то говорит, Фегин там, значит, выдумывает Фегин. Кто? Фегин. Все. Кто-то сомневается, что Москва хочет захватить всю Украину. Вот хоть один нормальный человек здравый сомневается, что Путин хочет все сожрать. Везде нас ***, все сожрать. Ну, так же ведь. Поэтому в контексте этого Харьков или любой другой город, конечно, в его планах. Но Харьков просто объективно, ввиду расположения его, географическое, мы понимаем, события, которые чередой идут с обстрелами, усиливавшимися и всем остальным, с концентрацией войск. Это, конечно, для него лакомый кусок. Это не значит, что он у него что-то удастся. Но само это действие и само нарастание этой угрозы должно дать ему те дивиденды, которые позволят заставить Запад пойти на мирный переговор путем принуждения к этим мирным переговорам Украины. Вот что хочет Путин. Но это не значит, если мы будем говорить, что он не собирает войска, не собирается захватывать Харьков, мы, значит, тем самым успокоим ситуацию. Нет. Мы будем это обсуждать, как оно есть. Не как нужно по установкам каким. А вот как это все выглядит вот на самом деле. Не будет штурма Харькова, Ален, да и слава богу, аминь, как говорится, и не надо. Но если он будет, то люди будут лучше готовы и понимание политической ситуации будет адекватным. Вот о чем речь. Наша работа рассматривать все сценарии от наилучших до наихудших. Пока наилучшие представляется сложную, но мы к этому обязательно вернемся. Но действительно нужно говорить правду, какой бы она острой болезненной ни была и готовиться к красным сценариям. Друзья, на этом мы будем ставить точку. Не забывайте поддержать нашу трансляцию своим лайком. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Фигин Лайф и YouTube-канал Курбанова Лайф. Кстати, помните, что этот алгоритм одинаково эффективный не только во время прямого эфира, но даже если вы будете нас смотреть уже поздно-поздно по окончанию, все равно не забывайте об этом. Ну и, конечно, я вам напоминаю, пользуясь случаем, что в субботу в 9 вечера мы снова встретимся в таком же формате для того, чтобы обсуждать новости. Новости, в частности, наверное, Ближний Восток, потому что в эти дни готовятся к страшному возможности. К удару Ирана. Марк, спасибо вам большое за этот разговор, за час, ну и до встречи до субботы. Спасибо, Алена, спасибо всем зрителям. Увидимся. Продолжение следует... Продолжение следует...